Ни для кого не секрет, что я являюсь большим поклонником стратегических игр, чего не сказать про Буллет Хэллы. Однако, жанр не перестаёт удивлять меня и приятно развивается. В той же, например, Неяр Автомата, его элементы гармонично сочетались с игровым процессом. А настальный Буллет, о котором я расскажу немного позднее, так вообще стал для меня открытием этого года. Если честно, я так и не оценил бы сей прекрасный жопец Буряточки, если бы в один прекрасный момент на мою блогерскую почту не пришло сообщение от Канами о том, что у них выходит новая игра. А это значит, что без лишних предисловий мы с вами залетаем в ААА, мать его Буллет Хэлл. Да ещё и в принципе от компании, которая лично меня довольно редко разочаровывала. И считает, что именно данный проект способен поднять жанр на новый уровень. Поэтому садитесь, устраивайтесь поудобнее, надливайте себе кружечку чего-нибудь горячительного, ведь мы начинаем. Силы Земли, расположившиеся среди остатков давно затерянной цивилизации на планете Сигни, уничтожены внезапным нападением могущественной биомеханической инопланетной расы. Мы с вами играем за пилота одного из последних авианосцев. И именно мы являемся единственной линией защиты от непрекращающихся бомбардировок пришельцев. Что ж, как вы можете лицезреть из моего выступления, синематики в игре действительно выполнены потрясающе. Частицы, спецэффекты, анимации, всё сделано на достаточно высоком уровне. Бесшовные переходы от синематика в геймплей позволяют глубже погрузиться в игровой процесс. И несмотря на то, что это дебютный проект новой студии Konami Killworks, уже с первых кадров играется всё довольно бодро. На уровнях реализована система боссов, которая застает попотеть не хуже, чем в каком-нибудь Dark Souls. Конечно, реализован лёгкий уровень сложности, и разница здесь лишь в количестве жизней и летящих в тебя спецэффектов. Но это ограничение легко обходится при игре в кооперативе. К сожалению, опробовать его до релиза было невозможно по вполне понятным причинам. Теперь давайте коротко пройдёмся по основным механикам. Подбирая летящие в нас треугольные конвертики, мы с вами получаем энергию. Её мы вручную или при помощи различных пресетов перераспределяем либо на мощность вооружения, либо на щиты. Вооружение позволяет нам запускать самонаводящиеся ракеты, а щиты позволяют выдержать до шести попаданий противника. Перераспределять энергию можно в любое время, а по умолчанию при подборе соответствующего предмета у нас с вами будут восполняться щиты. Помимо этого, наша корыта может сражаться как с воздушными, так и с наземными целями. Если с первым всё понятно, это как некая классика жанра, то на втором надо остановиться поподробнее. При нажатии левого курка у нас активируется режим воздух-земля, который позволяет поддерживать наземные подразделения огнём. Да, порой на земле разворачивается эпик сходный, разве что с каким-нибудь синематиком Старкрафта. Результаты можно будет посмотреть сразу после миссии. И что самое примечательное, игра посчитает потери не только ваших противников, но и ваших товарищей, сражающихся на земле. Прокачка здесь простая, хоть и реализована интересно. В процессе игры мы будем постоянно открывать новые модули, но вот стоить они будут столько, что на несколько прохождений хватит. Вообще прокачка как будто бы должна облегчить освоение более сложных уровней сложности, да и кооператив как бы намекает на реиграбельность. Локации довольно динамичные и постоянно меняются. А вот количество миссий реально разочаровало. Их здесь всего 7, и игра проходится за каких-то жалких 2-3 часа. И да, несмотря на то, что я хвалю визуальную часть, во многих локациях изрядно переборщили со спецэффектами. И вот представьте, что будет, если вы будете играть вдвоем в кооперативе, и вам в лицо будут постоянно бросать эти попкорновые взрывы. Хотя с физикой здесь все опять же на уровне. Сюда бы еще динамическую разрушаемость и вообще была бы песня. Помните, я говорил о сходстве игры с нейроавтомата? Динамические фоны, огромные механизированные боссы, как будто бы прямиком оттуда. Да, кто бы что ни говорил, буряты однозначно умеют выпек. У боссов здесь одна полоска жизни, но, как правило, бывает несколько фаз. И первые несколько траев, особенно на высоком или среднем уровне сложности, ты буквально ждешь, ну когда же это закончится. Причем в хорошем смысле этого слова. Сражения на этих двух уровнях сложности более напоминают Дарк Соулс. Ведь с каждой твоей смертью ты будешь вынужден начинать уровень заново. И как и в произведениях Миядзеки, первые 30-40 траев тебе в принципе дается легко. Да, я проскочил игру на изи для того, чтобы выпустить обзор одним из первых. Но в сложном режиме пока что одолел лишь первые две миссии. Тяжело, больно и по ощущениям как будто бы первый раз убил Маленью. Ну или какую-нибудь танцовщицу в Дарк Соулс 3. Но самое хорошее, что есть в игре, так это то, что если вы вдруг казуал, то вам не нужно идти на подобные жертвы и превозмогать проект. Вы можете легко насладиться боссами, хорошими видами, спецэффектами и драматически построенным сюжетом, которому в отличие от самой игры у меня есть пара вопросов. И да, я прекрасно понимаю, что в каких-нибудь Метроид Ванях или Буллет Хеллах сюжет это вообще не самое главное. Но так я и препарирую его одним из последних. Очень хотелось бы побольше узнать историю этого мира и хотя бы привязаться к персонажу. Но здесь, к сожалению, чудо не случилось. Из-за каких-нибудь декораций, постановку и размах здесь однозначно можно было бы влепить лайк. К чего, к сожалению, не сказать о сюжете, которым я, к сожалению, не преисполнился. И можно было бы реализовать какой-нибудь вторичный побочный сюжет. К примеру, сохраняешь какое-то количество членов отряда и получаешь небольшую записочку. Какой-нибудь комикс, арт или что-то, что в производстве в общем-то недорогое, но позволяет тебе посмотреть на этот дивный новый мир с какой-нибудь другой стороны. Немного резюмируя вышесказанное, я хочу сказать, что игра не стала каким-то новым словом в жанре. Хоть это и добротный, ладноскроенный проект. Вот какой-нибудь Нейр или Тёрнл действительно стали своеобразными революционерами. А Килл Воркс пока что получает от меня статус добротного ремесленника, которые, однако, смогли отработать ограниченный бюджет, и по чётким руководствам Сэмпая не провалили свою первую игру. Причём я практически уверен, что для любителей жанра игра войдёт в их топ-10. Всем остальным я бы настоятельно рекомендовал ознакомиться, после чего принимать соответствующее решение. И для кого не секрет, что моих братюнь из Xbox Store можно выгодно и безопасно купить подписку на Xbox Game Pass и другие сервисы. Цены последнее время, мягко говоря, кусаются, и речь идёт не только о цене на консолях, но и в Стиме. А тут ещё и мелкомягкие, а носят повышение цен до небес. Однако для тех, кто уже давно с нами, ребят предлагают продлить подписку по вполне себе приятному ценнику. Покупка осуществляется быстро и всего в пару кликов. Хлоп, и мы с вами с новенькой подпиской готовимся играть в Atomic Heart. Ну и в качестве небольшого бонуса все игры от Microsoft и Activision Blizzard на релизе. Я думаю, не стоит говорить, что все ссылки, как обычно, в описании. Вообще, признаться честно, может показаться, что жанр настолько узкий и специфичный, что рассчитан на крайне ограниченный круг лиц, и возможно никогда не обретёт массовую популярность. Однако после пары кадок в тот же Returnal я замечаю, что гораздо лучше играю в те же самые РТСки. Это в некотором роде тоже что-то про планирование и стратегию. Просто шутерные механики здесь, конечно же, на первом плане. Оно и понятно, учитывая то, что этот жанр родоначальник тех же самых шутеров. Да и в целом, одна из первых игр в жанре Space War была создана аж в далёком 1962 году. Да, это был крайне примитивный академический проект, задавший основы для дальнейшего совершенствования системы. Но что же произошло с геймдевом за все эти годы? Эпоха Данмаку, многочисленные мобилки. И наконец первое совмещение с рогаликами. И какой-нибудь Хейдос, как квинтэссенция этого союза. Пока наговаривал тут с вами всю информацию, заметил, что эти твари очень сильно похожи на риперов из Mass Effect. И вообще при игре в Сигне меня не покидало какое-то ощущение о знателе вторичности что ли. Вот опять же, сначала Нерр, теперь Mass Effect. Я постоянно ощущал какое-то чувство, что где-то я это уже видел. Но знаете, что отличает талантливого ремесленника от простолюдина? Он действительно копирует с душой, и ты волей-неволей пускаешь какую-то ностальгическую слезу. И да, спасибо, пожалуйста, что не сделали этот Bullet Hell таким же сложным, как Cuphead. А то второй комплект джойконов на Switch мой бюджет бы точно не выдержал. И всё же я склоняюсь к тому, что интегрировать элементы Bullet Hell в какие-либо игры гораздо интереснее, чем делать, скажем так, чистокровного представителя этого жанра. Канами пошли на смелый шаг, издавая эту игру. А прогадали они или нет, покажет лишь время. Насколько я понимаю, те же Сони не особо рады продажам своего проекта. Но там, как вы соними понимаете, страшная женщина не особо способствует продажам. Азиаты же знают, как продать то, что вам даже не нужно. Причём впаривают так, что вы уходите широкой улыбкой на лице. Ну или кошка-девочка, это уж как повезёт. Моя оценка Сигни 7,5 баллов из 10, и я понимаю, что занижаю эту рецензию. Но, поскольку проблемы, которые я отмечаю, типичны для жанра. А какие игры по типу Bullet Hell играете вы и почему? Что думаете касательно жанра в современном геймдеве? Быть может, хотите видеть от меня обзор на какую-либо игру? В принципе, комментарии для всего этого дела всегда открыты. Я думаю, с замедлением Ютуба научились бороться все, но на всякие случаи попрошу подписаться на Телеграм и ВКонтакте. Огромное спасибо всем, кто поддерживает. Это такое новое для меня творчество. Я думаю, в ближайшее время порадуем вас парочкой новых экспериментов и вернёмся к привычным стратегиям. Я пока по традиции, как всегда, всех обнял. До новых встреч. Пока, ребята.